доброе утро кто соскучился по моему тесту вот вам моё тесто уже поднимается у меня уже все тут идет в разгаре я сварила яйца у меня тут капуста тушится мак запаривается потому что недостаточно тут у меня варятся овощи потому что заказ на 10 пирожков которые у меня первоначально был теперь стал заказом на 24 пирожка 24 пирожка и 1 2 3 4 5 5 разных начинок к счастью у меня начинки многие готовы и винегрет и попросили винегрет и и борщ три заказа на борщ зеленый это начинка номер один готова капуста с яйцом это у меня еще картофель доваривается на кокоса готова на винегрет и малые на трамполине кринка за деревом прячется джашек с ними был уже зашел а так они у нас отличное утро так я разливаю борщ по стаканчикам я три заказа немножко нам останется тоже здесь у меня уже стекает мак который я пропарила идет дело уже тесто по второму разу поднимается скоро будут пирожки так тесто сейчас отдыхает немножко я приступаю маку мед все смешаем и и будет готово у меня я не знаю говорила какие у меня начинки в общем первоначально девочка заказала мне пять с вишней и пять с маком я согласилась потому что у меня была вишня и мак я делаю немного больше чтобы хватило и не будет на будущее потом а моя подружка вчера написала с капустой с яйцом сделала десять пирожков сделаю я начинку сделала а сегодня утром мне еще одна подружка она хотела зеленый борщ но заодно говорит можно два пирожка с повидлом и два пирожка с капустой помните я капусту как раз сделала начинку после того как делала голубцы и повидло у меня уже есть и в общем не повезло так как у меня будет все равно 24 пирожка я просто не буду сделать с нателлой для детей для детей а могу сделать и ночью я бы конечно так на 4 не согласилась но так как у меня и так они бы были я согласилась сказала можно она едет и за борщом и за винегретом и за четырьмя пирожками с двумя разными начинками вот так у меня все получилось не спланировано но классно потом что агодяшик уже приступил к работе ну конечно как же шину не поработать ему дала тесто его сразу и есть итак в этом противне у меня 12 пирожков 10 из них с капустой с яйцом и 2 с такой капустой подожди кто-то у меня крадет тесто халда на сакан счастья счастья с кулинар на повидло будет идти в использование вот здесь у меня 5 с вишней 5 с маком и будут два с этим повидится но стоит видите не вытекает в общем первый суп уже забрали девочка медсестра та которая у меня борщики покупала до этого вот купила зеленый борщик она между двумя работами заехала с одного города забрала супа говорит приеду домой немножко отдохну и поеду в другой город вот такая жизнь медсестры но она говорит ей нравится беготня такая быть занятой ну каждому свое ну как мне тоже нравится только не медсестерская работа сфера это особенные люди делают ну она молодец первая партия готова пусть полежат немножко отдохнут так как там наша вторая партия ну я им еще дам подняться вторая партия вышла я уже их смазала с маслом пусть отдыхают а где мой джазик а мой джазик у сестрички сидит мой сладенький кусает и вот так он вначале с Габриэлом искали игрался во дворе они его соблазнили вот это айси так что он тут еще хотела показать вам над чем работает Джульет очень кропотливая работа она долго работает это там несколько уже шагов это делается теперь она вот вначале это как-то так делала потом это как-то растушевывалось посмотрите как все прикольно короче картина сделана по этой картине видите две женщины отрубают голову этому мужику посмотрите на лица этих женщин они знают точно что они делают видно что-то он им такое сделал первоначальный автор ее вдохновение пришло из картины с реальной историей когда мужчина изнасиловал 16-летнюю девушку и она его тоже убила но на лице девушки был страх и неприязнь ну конечно в общем она как бы не хотела это делать ну еще в ней невинность была в этих женщинах они знают точно что они хотят делать у них цель я я вообще вообще такая интересная работа необычная ну меня прикалывает вау 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 дошло мы уже теперь будем ногами рисовать нет это шутка так растасовываю свои пирожки у меня последний кулечек это у меня с капусточкой и с яйцом это у меня с маком и с вишней я их разделила вот видите бумагой восковой потом для другой подружки вот тут с капустой и она попросила подогреть с повидлом так как они теплые я и духовка у меня еще теплая я их просто замотала в фольгу и держу их в тепле пусть будет потому что она будет с работы ехать и хочет сразу умять пирог вау только что проверила фейсбук и у меня появился второй клиент короче мама Эйяне лучшей подружки Скарлетт которую мы уже не видели очень долго просто капец она меня попросила приготовить говяжий паштет то есть с говяжьей печенки у меня как раз есть в морозилке говяжья печенка и она хочет винегрет так что вау я супер супер второй человек американец спросит меня свекольный салат это очень прикольно так что я возбуждена ура 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 больше клиентов она говорит сегодня есть я говорю нет сегодня нет я только рекламировала паштет на своей странице моя подружка которая вот скоро приедет за салатом пирожками и супом тоже говорит ой я бы попробовала паштет потому что я прорекламировала что продают такой-то размер за столько и такой-то размер за столько она за 2 доллара то что хотела попробовать я говорю у меня нету я могу предать но у меня нету так что да супер я желающие клиенты поступают понемногу а я вам говорила или нет про другой город я даже не помню вчера записывала что он рассказал в общем я прорекламировала свою страницу русской еды в талсе в группе называется русская оклахома там немножко больше людей в этой группе ну как немножко множко в нашей я не помню сколько у меня в моей группе человек 200 скажем а там 600 чем то и там мужчины я думаю знаете мало ли что может мужчины какие-то холостые захотят какую-нибудь домашнюю еду почему бы нет мужчины мне не писали но женщины там где-то 4 женщины написали о мы так хотим та 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 но живут в оклахома сити они в 2 часах издей там при при давайте мы сделаем большой заказ чтобы вам было выгодно приехать та 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 я даже не знаю даже не знаю все равно как бы даже выгодные заказы или невыгодные я бы хотела все таки чтобы мне дорогу оплатили и время а не просто за еду я как бы буду время тратить готовить да время тратить ну это туда и обратно возьмет мне 4 часа это все таки я написала я написала чисто если я вдруг каким-то ветром меня туда занесет по дороге я вам дам знать а так я приезжайте в Толст как то так ну интересно что оттуда интерес тоже появился или можно просто увеличить цены для дальнонаходящихся чтобы мне было выгоднее приезжать итак все приехали у меня еще две девочки забрали свой заказ осталась только одна она еще работает с заказом зеленого борща и пирожков я думаю не мешало бы мне борща поесть зеленого что то я заработалась не буду хвастаться но а борщ вкусный я я прям я прям наслаждаюсь я Габриэлу говорю попробую хочешь или нет он попробовал говорит хочу но позже у меня сейчас друзья я на скейтборде так что ну я рада рада видите он как перестал играть в игры он больше во дворе а он больше общается со Скарлетт Скарлетт вечно чувствовал себя так как знаете как бы она никому не нужна ну просто девчонки старшие уже как бы старше да и у них уже своя жизнь а Габриэл игры и игры он тоже как бы старший плюс мальчик тренька капризная слишком маленькая ей хочется она уже как бы взрослеет Скарлетт ей хочется именно общаться со старшими вот Габриэл начал с ней больше общаться они катаются на скейтборде он идет во двор он зовет ее они меньше ссорятся я это конечно греет мне сердце так что очень очень рада вот еще девочка одна меня спросила когда я буду рулеты делать только свистни и буду делать но уже точно не сегодня кстати вспомнила вспомнила что за дата сегодня у меня же сегодня дата я же 13 лет сегодня 13 лет как я стала гражданкой Америки так что вау 13-летний стаж друзья это вам не цацки-пецки что я делаю в стране Америка американскую мечту я начинаю свой бизнес ничего так мы с дюлетой в машине в общем мы едем в магазин называется Bad Baths & Beyond дюлет завтра идет на шауэр невесты праздник невесты это делается обычно такой праздник для невесты до свадьбы свадьба будет в июне это ее одноклассница замуж выходит и в общем до завтра чисто для девочек и нам надо поехать купить подарок она зарегистрирована в этом магазине в магазине и мне заодно надо бы купить некоторые вещи у меня как бы большие кулечки куда я складываю пирожки когда бы даю их уже закончились надо купить это мне надо купить пергаментную бумагу для выпечки потому что я сегодня пирожки одну партию выпекала на восковой бумаге и это конечно не то качество не совсем то что мне надо и и свеклу надо купить и не гречешь заказали так что ну-ху дэнни приехал домой он там работал с одним шопом с одной мастерской что-то они там строили ему надо он попросил чтобы они могли построить что-то с металлом и вот он вернулся и мы сразу вылетели в чашек спал проснулся как раз перед нашим выходом у него внимание короче на кухню отбел так что мы потихоньку удрали у меня они забрали только одну партию пирожков вот должны были приходить как раз в это время вот они говорят бегите сейчас потому что у нас как будто штормы идут в нашу сторону так что надо по-быстрому это все сделать езжайте езжайте я Габриэлу сказала когда подъедет машина муж подруги говорю у меня там коробка на столе там все готово вынесешь отдашь так что я уже работу всем дал едем в магазин мы только зашли и она увидела то что девочка захотела только надо найти правильную правильную фирму какую-то фильтрованную у меня кувшин не знаю ну в общем смотрим тут магазин видит bed, bath and beyond то есть для спальни для ванной и больше такой перевод может мне что-то надо здесь марина не трагинги вот такой сосуд где вода фильтруется у моей мамы такой все пасхальные украшения 50% скидка хотя мне кажется уже пора бы и 75% сделать очень симпатичные фоксиды интересно пасхальное дерево вот этого я еще не видела скоро будет новое для людей которые не хотят убирать елку просто могут декорировать под каждый праздник смотрите какие красивые стаканчики и кувшин такой же вообще кстати пластик не стекло но красивенько я тут и пыталась запаковать подарок здесь видите такая станция место где можно запаковать огромный рулон бумаги праздничный здесь ленточки ничего не выдержала решила что она будет паковать там же клеящие ленты видите так общими усилиями вот так запаковали подарочек ленточкой завязали едем продуктовом обалденный запах дождя у нас дождик в общем я купила французский батон бумагу для выпечки и сумки целлофановые для пирожков но это единственное что не для моей кулинарии пусть будет не пропадет потом упаковку яиц 18 штук майонез я на шубу в последней истратила и думаю еще куплю печенку говяшью чтобы заменить то что я размораживаю сейчас и три свекла здесь это стоило мне все 15 долларов 81 цент я потратила наличку всю свою мелочь выбросила так что все отлично очень сладкий выбежал лалитик встречал сестричку и это тоже здесь дождя нет так так итак мы гостиницы у нас торнадо сирены начались наш папа сюда нас привез стеклянная крыша кстати да но тут есть туалетная где мы обычно прячемся на данный момент мы не одни кстати в туалетной мы в женской Денис Гаврилович пытались убедить джашка пойти на унитаз он испугался я говорю блин я ж не подготовлена видите он даже пасой схватили вылетели аааа я вообще еду разогревала и тут друг сирены ну конечно под стеклянной крышей не совсем хорошо поэтому мы в закрытой комнате так что я хотела сказать ну мы уже дома давно понятно мы уже спать идем и в общем у меня у меня есть подружка которая жила здесь ну в районе Талсы и потом переехали ближе к Аклахума сити и она написала в посте где я рекламировала свой бизнес да и девчонки хотели заказать еду в Аклахума сити она говорит а я еду истался в Аклахума сити в это воскресенье и могу забрать еду прикиньте я вообще я в шоке так ей благодарна в общем одна девочка заказала мне и борщ и паштет и винегрет так что да супер и моя подружка отвезет и я развозить не буду ну пусть приезжает и забирает так что Ольга вот комментарии дня комментарии дня я сегодня даю Ольга Ольга а чего ты а чего ты а чего ты не ходишь за бесплатными продуктами потому что у меня мама ходит за бесплатными продуктами там надо стоять 2-3 часа в очереди в машине представьте представьте себе я с детьми я не могу просто 2 часа или 3 часа взять и просто выкрасть из своего графика а мама все равно это делает ей это в кайф так что как-то так ну а я буду закрывать влог огромное спасибо за просмотр поддержку комментарии лайки подписку и просмотр рекламы я желаю вам свободной ночи до встречи и бай бай до встречи век у в в в Субтитры создавал DimaTorzok